Начинающим и семейным фермерам дадут больше денег. Желающих разводить крупный скот в случае победы в этом году ждут увеличенные в 2-3 раза суммы грантов. Вообще же развиваться личным подворьем, на долю которых приходится половина производства всего молока и 40% мяса, становится намного проще. В области действует целый комплекс мер господдержки. О том, как продвинуть продукты, продвинуться в статусе, материал Сергея Павлова. Большую Рязань в шутку называют самым молочным селом в Створопольском районе. Несмотря на современные тренды, строятся коттеджи с беседками и зелеными лужайками, владельцы по-прежнему держат скотинку. На все дворы приходится 115 дойных коров. Андрей Соломонович Рыль ведет молочное хозяйство уже 25 лет. Его смысл жизни – это 8 буренок, которые живут хоть и в тесноте, но не в обиде на хозяина. Заказов на молоко море, говорит хозяин, уходит в лед. Вдобавок помогают власти. На каждую голову дают полторы тысячи рублей из стимулирующих субсидий. В мечтах перестроить базу и увеличить поголовье. И в семье есть кому продолжить нелегкий труд. Коровы – это самое выгодное. Свиньи – невыгодное. Утки, куры – это… Но такой прибыли нет, как от коровы. Тут к мне один вопрос отдал городской. Говорит, Андрей, ну вот купил-то корову. И дой, и дой. Я говорю, слушай, дорогой, а что это, нефтетруба, что ли? Открыл краны. И она 4 месяца вроде дает нормально, а потом у нее идет спад. На дворе Галины Рыбиной буренки появились для здорового питания детей. Сначала одна, а потом пошло-поехало. Реализация сырья от семи рогаток составляет половину семейного бюджета. Есть и гордость племенной айширки, что дают много жирного и полезного молока. Ради них хозяйка намерена построить настоящую мини-ферму с автоматическим оборудованием. Своих средств не хватает. Вот и хочет выиграть грант, как начинающий фермер. Чтобы был молочный блок, чтобы коровы там стояли, выпасались сразу с электропастухом. Чтобы было вот такой вот стимул. Приятно, когда вот так вот приходишь, подоил, убрался, определил молоко, все счастливы. Для начинающих фермеров, что разводят крупный рогатый скот, сумма гранта в этом году увеличена вдвое, до 3 миллионов рублей. Более крупные проекты, семейные фермы могут получить господдержку в 10 раз больше. Кроме того, владельцы личных подворий могут объединиться в кооперативы, чтобы проще решать вопросы переработки и сбыта. На развитие кооперации также выделены немалые средства из разных бюджетов. Сергей Павлов, Алексей Гриднев, Новости губернии, Ставропольский район.